Российско-германские экономические отношения Россия и Европы и кто страдает сильнее от санкций. Об этом в беседе с накануне ТВ рассказал председатель Московского экономического форума, президент промышленного союза «Новое содружество» Константин Бабкин. На форуме в Берлине станет ясно, интересно ли сотрудничество немцев с Россией. Это будет момент истины. Или европейцы будут плыть по течению, задаваемому по ту сторону Атлантики, строить заборы в Европе. Или это будет дорога на интеграцию всей Европы в широком смысле, от Урала и до Лиссабона. Эксперт уверен, в отличие от политиков, обработанных спецслужбами и говорящими с российской зубы, у бизнеса более прагматичный и свободный взгляд. Ну, конечно, ожидать, что один форум что-то может реально изменить, это слишком оптимистично. У наших стран, у Европы, России, у нас, где-то, в России, в Чеченской, в СССР. Было бы оптимистично думать, что форум что-то может изменить, но внести какую-то небольшую лепту в поддержание этих связей, внести ясность мыслей в миллионах людей, я думаю, что мы сможем. Интерес проявляется к форуму. А у нас нет решений повлияния на власть, что тысячи миллионов людей все равно происходят изменения. Санкции и контрсанкции не повлияли на качество отношений бизнеса России и Евросоюза, утверждает эксперт, только на количество. И бизнес, каждый из сторон недоволен этим. Константин Бабкин уверен, как России необходима правильная политика, направленная на развитие экономики, так и Германии необходимо избавляться от заезжих политиканов. А влияя на Германию, мы можем повлиять и на весь Евросоюз. Ситуация в мире непростая, отношения с Евросоюзом такие неопределённые, с Америкой, а вообще с Запада. В этой ситуации важно всё равно держать окно открыто, важно общаться, общаться общей интересы. Особое отношение у Московского экономического форума к Германии, потому что это важнейший для нас европейский партнёр стержень Евросоюза. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».